Игнать Тихонович Да, наконец-то Ты только звоните в это время Марина, которая на молитву у нас Ходит, Михайлюк, то прям мгновенно Сразу вошла и Тут уж ничего не сделаешь И пока переговорил с ней Ну ладно Ты сместись к своей фигуре К синей, подальше Тогда я свою снимок растяну Мне попросят, еще туда ближе Вот так, во-во-во-во Все, все, давай У нас все за Тихонович Оставляйся в интернет, все не против Я не против Слушай, дорогой Так я вот для этого и звоню Вот смотрите, говорят, что 20 век Как никакой век Вообще в истории христианства Дал множество Мучеников за Христа Христианских Ну хорошо А вот К этим мученикам относится ли Священнослужители Конечно Потому что Ну давайте Есть пророчество Серафима Саровского Вы его постоянно Приводите Оно опубликовано В настольной книге Священнослужителя Том 3 Страница 601 Можно его зачитать, да? Можно Вот Ну во-первых Иоанн Златоуст говорил В свое время Четвертый век Что большая часть священников Погибает Далее Серафим Саровский Об архиереях И священниках Земли русской Молил Три дня и три ночи Чтобы Бог Помиловал их А грозный ответ Божий гласит Не помилуй их Ибо они будут Учить учениям И заповедям Человеческим Сердца же их Будут стоять Далеко от меня Господь открыл мне Что будет время Когда архиереи Земли русской И прочие духовные лица Уклонятся От сохранения Православия Во всей его чистоте И зато Гнев Божий Поразит их Так вот Игнатий Тихонович Ну это ведь Был гнев Божий А не Как сказать Как они за Христа Пострадали Когда Можно вот Почитать Еще Такое Слово Божие Говорит что Место такое Первая Петра Четвертая Глава Он тут Наставляет Что Апостол Петр Возлюбленные Огненного Искушения Для испытания Вам посылаемого Не чуждайтесь Как приключение Для вас Странного Но как Вы участвуете В Христовых Страданиях Радуйтесь Да и в явление Славы Его Возрадуйтесь И восторжествуйте Если Злословят Вас За имя Христово То вы Блаженны Ибо Дух Славы Дух Божий Почивает На вас Теми Он Хулится А вами Прославляется Только Бы Не пострадал Кто из вас Как убийца Или как Вор Или злодей Или как Посягающий На чужое Так вот Не пострадали Священники Это предсказанно Будут изобретены Будут изобретены Муки Что с ними Будут делать И они Во всем Раскаялись И Господь Принял Последний Вздох Ну вот Если только так Только так По другому Никак Порсения Он как шел Склонился Последней Молитой И все Ты судишь Его Который Сейчас Назад Был А я Сужу Который Сейчас Он Принес Покаяние Я его Принял И Библии Говорится Когда мы Считаем Из Ики Или Человек Всю жизнь Грешил Беззаконничал Но в последние Минуты Успел Покаяться Просить Прощение Справедливо Бог поступил По Божьей Да А теперь Всю жизнь Делал добро А потом Согрешил И в этом Погиб И ни одно Доброе дело Его не припомнится Справедлив Бог Сразу Нам это Не нравится А это Одно и то же Да И пророк Об этом Говорит Прямо и Открыто Спомянется Или хоть Одно его Доброе дело Нет Не спомянется Потому что Он умер С хулой С последними Словами Против Бога Так что Опровергать Не еще Кабы они Жили Жили Ну другие Которые До него Жили Жили И так В этом Умирали Покаяния Нет Умерли Вот к ним Относятся А Бог Им такое Устроил В доменную Печь Они там Горели Буквально Издевались Били Ну отец Арсений Книга Ну да Казни были Страшные Читаешь Там Свидетельства Как там Что творили Там С людьми Ну вот Допустим Актер Выходил И ломался И давай Присчастье Творить А люди Хохочут Сидят В зале А он В это время Начал Говорить Да Христос Истина Они думают Это у него Так по программе Спектакль А он Обратился Но его Казнили А его Теперь жизнь Та была Такая Бог Берет Это Вот мы говорим Александра Невского Мы его знать не знаем Он всю жизнь воевал Кровь проливал А теперь Когда он заболел Отравленный был Считают Алексей имя принял Вот этого я знаю А то Вы зачем мне знать Вояка Мы Савла не знаем Мы знаем Павла Если когда Но однако Простите Игнать Тихонич Ага Вот когда пришел Епископ К нему пришел Домой Когда он В Дамасске Сидел Ну и говорит Брат Савл Прозри Господь ему Сказал так Вот Теперь он Только Прозри Или не Прозри И умер Сразу И все бы знали Он пришел Сюда Ловить Верующих Казнить А она Не говорит Я видел Как он Плакал Я Да что Тебе верить Конечно верить Я свидетель Я видел Он раскаивался И говорит Господи Я не достой Называться апостолом Прими меня Как последнего раба И умер Умер И теперь мы знаем Апостола Павла Он мог умереть Первый день И никто бы не знал Что он покаялся И так бы и судили Потому что было Скажут У меня вот документ есть Печать прокурора стоит Ему разрешено Хватать христиан Душить и вести Цепями И говорит Сковывать Правильно Все правильно Так он убил Там-то сколько Все правильно Но вот этот день Три-то дня Вы же не знаете Что там было А там было Полное преображение Рождение Свыше И крещение Духом Святым Да То есть Значит это Можно так сказать С точки зрения Вечности И Это был Тогда это Благо великое было Вот эти все Потрясения Да Правильно Конечно Кого люблю Того наказывает Господь говорит Кого люблю Он оказал Величайшую любовь Да Александра Невского Так Простите Александра Невского Ссылается На его доблестные Ратные подвиги И ему Это В заслугу Доставят Игнатий Тихонов Это касается Что они делают Что они выбирают Они могут Савва Признавать Он гнал Христиан Настоящий Был мужик Вот такому Надо Слушайте Это они говорят Но Господь Судит Потому что Он умирал Схему принял Это они Безможники Попы Неверующие Они его прославляют За то что Он каялся И молился И плакал Да Так Иуду Оправдывают Если бы не Иуда Так вообще Бы не было Встраданий Христов Никаких не надо Говорить Иуда имел Свободные выборы И он избрал Самый плохой Ну есть такие Что его Оправдывают Ну есть такие А зачем нам Их по Блевотину Собирать Хорошо Значит Игнатий Тихонович Нет На свете Такого Греха Который бы Господь Не простил Самый мерзкий Самый глубокий Самый Я не знаю Большой Все Господь Может простить Правильно Правильно Если только Он покается Написано Грех Молитесь Говорит о нем Но Не о всех Евангелист Иоанн прямо пишет Почему Грех любой смерти В котором нет раскаяния А если он кается Это означает Духа Святого Не похвалил Если похвалил Духа Святого Раскаяние ему не дается А как это Похвалил Духа Святого Ну как Это выражается В том что Ненависть К самому добру Господь Так как говорит Оставлять В субботу Можно исцелять Или нет Зло творить Или добро И они молчали И с гневом Возрев на них Скорбя Божественнощение Сердца их Вот так Они ненавидят Это много Согрешает Допустим Даже если Сектант Но он молится И молится В простоте В смирении И человек исцелился Ну от Бога Это или не от Бога Да ему Какая польза Ему никакой пользы Нет Он еретик Но Господь дышит Дух дышит Где хочет Так бывает С рожденным От Духа То есть Господь Больше всего Ненавидит Вот эти Когда Измышляет Человек свое Человеческое И выдает Это Якобы За слово Божие Правильно Я понимаю Ну это Лжепророчество Лжепророки Господь говорит Вот я на этих Лжепророков Я их не посылал А они побежали Я в них Не вкладывал Слова А они говорили Тут Это всегда Была Такая Подделка Хорошо Ну я не знаю Но вот Вы ответили То что Вот Но опять же Вот Если Как вот Не молиться За того Кто Хулит Духа Святого Так они Они же Неужели А вот Вопрос Такой А не хула ли Это Когда человек Знает Точно В глубине Это души Они знают Священники Там Что Ну что Нельзя Прелюбодеев Это Это Феофан Затворник Говорит Священник Простирает Руки Говорит Благословляю Да Венчаются А Бог Говорит Не благословляю Не Венчаются Что На небе Будет Утверждено Феофан Затворник Спрашивает Это понятно Хорошо Так А вот это Вот их Сознательное Как бы Надругатель Я не знаю Как это Мы не знаем Как он умрет Отстранили Или что-то Он плачет И плачет Мы то Этого Не видим Мы видим Согрешающего Но не видим Кающегося И люди Обманутые Стоят И радуются Как будто Их повенчали А они то Прелюбодеют Пред Богом Как это Все Два блудника Два прелюбодея Это Нас Не касается Не касается Это же Сейчас Игнатий Тихоевич Это Сейчас Везде Везде И это Просто Океан Вот этого Вот этих Беззаконий В церкви Как к этому Относиться Не везде У нас этого Нету Как Ну у вас Нет У нас Нету А как Назвать Вот это Ну то есть Это не хула Что это Такое Тогда Не надо Прилеплять Туда То что Нам непонятно Это Нарушение Канонов Так Ответим Нарушение Канонов Ну это Не Ну хорошо Нарушение Канонов Люди То есть Люди Думают Что они В законном Браке Они живут И они Умирают Так В этом Состоянии Они даже Не осознают И у них Нету Даже понятия Что они В прелюбодействии Их обманули Священники Епископы Сказали Что все У вас Законно И они Уходят На тот Свет В таком Состоянии Ну вот Как это А вы Говорите Что Если так Смотреть Невиновные Они Написано Слепой Слепого Ведет Ты то Зачем За ним Пошел Кто Тебе Мешает Глаза Открыть Возьми У меня Мази Помашь Глаза Твои Дабы Не Видна Была Схромота Наготы Твоей Для чего Это было Сказано Третьей Главе Апокалипсиса А вот Они Такой Он Избрал Этот Путь Он За Это Отвечает А Мог Узнать Да Мог Евангелие Открыто Везде Раздавали А Ему Надо Было Туда Другое Мясо Как будто Что то Есть Другой Корм Для Могильных Да Ну Ладно Игнатихнич Ты Вот Когда Если Прочитаешь Печаль Сатаны Мария Карелия Там Увидишь Как Такая У него Летала Как Оса Какая Это Бывшая Принцесса Египта Как бы Ее душа Ты Никогда Не поверишь Что из-за Него Мужики Умирали А теперь Там Тлен Смрад Куча Червей У нас У одного Не у нас А вообще Знакомый Священник Валя Его знает Наша И У него Потерялась Жена Что с ней Было Или Повредили И нашли Там на четвертый день Что ли Где-то И вот Ее ни лица Ничего нету А просто Кишащая масса Червей Мухи Наплевали И все Уже Вывелось И он И он Стоит И думает Что ж Такое Это Я Это Любил Целовал Понимаешь Ну и Он Священником Стал Принял Монашество Сразу Ну а потом На него Стали Нападать Очень сильно Старая Брядис И Он Снова Женился Он Имел Позже Женился И сам Сложил Это Разрешается Жены Нету Но главное Что он Понял Увидел Это Я К этому Прилагался Спал Вместе А там Ничего Нету И Не на теле Везде Везде Одни Щерви Пологом Покрыты Хрустят Едят Не Ну Ладно Это Плотское Как бы Плоть Она Истлела Но В браке А вообще Вы верите Или Вы знаете Есть ли Любовь Такая Человеческая Душевная Как ее Называть Ну то есть Ты любишь Личность Вот Например В женщине Или у нее Нет личности У женщины Ей Вообще Можете Разъяснить Этот момент Вот где Живет Барабаш Тут жили Карелина Барабаш Игорь живет И она Рассказывает Ну она там Бабка А я такой Что Они поженились И она Его очень Любила Ну вот Старики Староверы Стали разбираться Кто-то Кого-то Крестился Кто-то Кого-то Кумовьями И они Признали Брак Недействительный И И сразу Развели Их То Сразу Женился Где-то Ну а Кто с ней С Поросковья Будет Говорить Сказали Вот выходи За Трифона Она и вышла Но когда Никого нет Я вечером Выходила И все время Смотрела Где мой Возлюбенный Живет И когда Уже прошло Много лет Много Уже все Эти старики Или кто-то Стали заново Пересматривать И увидели Что Законно Были венчаны Препятствий Не было А развести Развести И это отразилось На здоровье Ее дочери А у дочери Это первая Внучка И внучка У меня на квартире Жила И она тоже Головой больная Передалась Вот такое дело Просто Можно же Не плоть любить А Любить-то Вот душу Человека Вообще Есть такое Если Было только Все Начинается Идеалом А заканчивается Под одеялом Ну то есть Вы не Вы не верите В любовь Я верю В любовь Но она не может Это любовь Бесплотной быть Не ну Ну как Ну люди Стареют Вот старики Они живут Стареют Ну а у них Любовь Так друг другу Остается Вот это Душевно Они уже Не спят Там Я не знаю У них это Кончилось Все Ты считай Любовь Которая Плотская В среднем Примерно Три года Проложается Только Не старость Если ему было Семнадцать лет До двадцати лет А потом уже Смотрит куда-то В большинстве В абсолютном большинстве Говорит Невозможно Чтобы одна Свечка горела Всю жизнь Это Лев Толстой Крестер Рассонатия Поясняет Это невозможно Просто Если бы Если бы он Он жил Где-то отдельно Там Колумб Открыл Америку И там Взял Туземку Какую А больше Никого Нету То он Этому Рад Хоть Где-то Нашел Куда Прилепиться А дети На начале Что Рождаются Метисы А эти Еще На русских Выйдут Креолы От них Ну вот И пошло Это все Без плоти Плоти Мы видим Плоти Потом Видим Соединяем Награждаемые Такими Качествами Которых У нее Совсем И нет Она Такая Добрая Она А что Она Добрая Тебя Накормила Теща Блинами Один раз Сметаной Губы И все Уже Теперь Вот Такая Она Брата Она Такая Такая Она Такая Вот Я тебе Скажу У нас Женщины В деревне Возьмет У Андрея Ирина У Андрея Ни один человек Ей плохого слова Не скажет Она везде Успевает помочь Как она Заботится Ну Видно А так Проще всего Там Осудить Куда Я на суд Она приехала Из Томска А живет По Теряевке А другой Он не может Так Чтобы Жена Куда-то И он Туда За ней Ну то есть Вы встречали Игнатих Вы встречали Семьи В которых Ну громко Скажем Царствует Любовь Друг с другом У супругов Да Встречали Такие Не платоническая Любовь А настоящая Естественно Физиологическая Я про это И спрашиваю Они Дальше И проще Я считал Про одного Священника Он Когда женился Первый раз После брачной ночи У него что там было Он С ней так Я говорю Закричал Аллилуйя Закричал Ты не знаешь О ком Говорится Ну понятно Потерявку Когда приедешь Ну я Ну я К окрещению Вот Я наверное С Вячеславом Вячеслав Будет В Омск Проезжать И меня Заберет Так Вроде Так Договорились А он куда К вам Вячеслав Вячеслав А я тебе хотел сказать Сутармина Привези сюда Валерия Сутармин Он в броневике Он в броневике Игнать Тихонович Ну Образно говоря Это если вы Сами с ним поговорите А он Меня не слушает Он меня не слушает Он Говорит Да Благодарю Очень я Очень тронут Все такое Там Находит слова Хорошие Сказать А Ну я попробую Я вот этот ролик Дам ему Потому что мы поговорили И этот вопрос Затронули Которые он Постоянно муссирует Пускай приезжает С тобой Документы возьмет Мы проверили его И здесь поговорим По всем вопросам По всем До одного Так вот Хорошо бы Головин приехал Я ему так Тот ролик И не показывал Может ему И никто Его не показал Где вы Симонию Просто Камня на камне Не оставляйте От Симонии Может он Когда приедет Тогда и поговорите С ним На этот Поэтому Поговорим Обязательно Чтобы Вопросами Задавали Я шахмата Пытаюсь Сюда Пригласить Но никак А он не приедет Он Вы сами говорите Просите в молитве Что Пускай он не будет Играть В христианство А он просто Играет Ну как обычно Он просто Нашел нишу Была ниша Ниша Секс индустрии Хорошо Отошел Сейчас ниша Новая пришла Христианство Православие Вот Покуражимся Грубо говоря Все Игнать Тихонович Ну чем закончится Я не знаю Игнать Тихонович А вот Хорошо Епископ Епископ Да будет Муж Одной жены Да До каких пор Епископы Исполняли Это Духа Святого Повеление И когда Перекратилось Это Исполнение Вы знаете В истории У меня Описано Это есть В книгах Надо посмотреть Я полностью Указываю Даты И чем Это было Вызвано Какие были Решения Соборные У меня В книгах Это все Рассмотрено В книгах Ну В общих Словах Скажите Ну Примерно Допустим Во втором веке Стали уже Зазирать Уже В третьем веке Еще Епископы Встречались Женатые Вот Ирини Леонский Где Пишет Вот А дальше Уже все Не было Монахи Все Поглотили И учат Как жить Семейно Не имея Семьи Ну Вот Они Мы Пришли К тому Что Что Они Они Просто Одни В авангарде Разрушители Семьи Брака А значит И вообще Государство По сути Дело Да Правильно Укганский Собор В это Время Прекратить Все Правило За Правилом Кто Принимает Решение Выйти Монастерь Оставляет Родителей Тот Подклятвую То есть Проклятием Кто Оставляет Жену Детей Ради Благочестия Подклятвую Вот Недавно Сотрудник Соратник Валерия Сутермина Вячеслав Не помню Фамилия Он Подошел Сначала К патриарху Помогите Помогите Владыка Кирилл Как он К нему Обратился Святейший Или Мега Святейший Помогите Он Такой Хорошо Ну В двух словах Они Перекинулись Он Говорит Хорошо Обратись Вот В духовнику Там По месту Жительства Он Обратился К викарию К одному Из первых Викариев Митрополит Арсений Истринский Там Есть Такой Стали Говорить Вот У меня Жена Прелюбодействовала Ушла Стала Жить С другим И все Как Вы Как-то Посодействуйте Отлучите От Причастия Как Минимум Он Тоже Его Отправил Ну И В разговоре Было Такого Затрону Там Грит Владыка Вот Сейчас Говорят Что Есть Такие Справки Которые Выдают Архиереи И что В них Говорится Что Церковный Брак Брак Теряет Свою Каноническую Силу По Многим Причинам Он Такой И он Говорит А что Нам Делать Народ Нас Просит Об Этом Народ Нас Просит Мы Вот Принимаем Вот Такие Понимаете Я Все Это Считал Не надо Повторять Сказал Сказал Слово О монахах Это О монахах Вот Монахи Это же Монашествующие Якобы Вот Я тебе Скажу На меня Ни мощи Ни монахи Никак Не влияют Абсолютно Я молюсь И все Этим Сказано И делаю Как Есть Наставляю И А примут Или не Примут Вот Это уже Все Не знаю Внутренний Мой Человек Внутренний Дух Мой Он Всегда В одной Константе Идет Так Сказал Господь Так Сказал Я вот еще И все Не посмотрел Последние Вот Встреча С Митрополитом Еще Посмотрю Вопросы А вы Затрагивали Вот эту Тему Как раз Что Говорили Как-то Что Прелюбодеев Венчают Там И браки Церковь Не говорил А почему У меня Жена есть Мне достаточно Одной Не Ну ради Пас Ради Людей Ради Мусульманин Тут Разошел А Кто ж Жалко Что Слышал Я говорю Все Тебе Четыре Жены Не хватает К моей Еще Лезешь Мне Это Не надо Я вижу Что Беззаконие Я сказал Зачем Мне его Пытать Я Никакого А почему Вы эту Тему Не Закрыл Потому Что Она Самая Самая Такая Как Опасная Если При живом Муж И выйдет Замуж Назоваться Прелюбодейкой Все Что Буду Говорить Язык Молотить Времени Мне Нет Я И жил Все Через Четыре Дня Сегодня У нас Какое Седьмое Восьмое Девято Десять Ну Три дня Считай Мой Ресурс Полностью Истрачен При Большей Крепости Восемьдесят За Восемьдесят Уже Не Указано А я До Чего Живую Я Буду Там Лазить По Чужим Женам Зачем Мне Это Надо Нет Игнать Не надо Вы просто Знаете Что эта тема Очень Как сказать Она Ну Иоанну Крестителю Голову за нее Отрубили Вот за эту тему И вы ее не поднимаете Потому что Она опасная Она Брошена на помойке Поднимает Зачем ее поднимать Поганить Это Ну Это Эпидемия Эпидемия Этой Прелюбодейной Ереси Не в том Что они там Принимают Андрей Курап Увидел Игнать И говорит Разницы нет Какие ваши Союзы Собора Собираются На кривой Кобыле Объехать Закон Говорит Это все Андрей Кураев Это увидел И буду я Заниматься этим Я сошлюсь Только покажу Вот 36 Стих 7 Главы Об этом Говорит При живом Выйдет Называется Прелюбодеев Все И вы Венчаете Прелюбодеев На этом Конец Зачем Я могу Говорить Я никого Не венчаю Это и так Ясно Ну Хорошо Христос Я ни одного Другого Не признаю Что они Признают А я Буду Говорить А что Буду Говорить Ему Кураев Кстати Говорят Тот же Кураев Сказал Что Что Вы Мне Про Каноны Говорите Церковь Уже Давно Забыла Эти Каноны И поставила На полочку Не забыла Ну Кураев Слова Кураева Видео Есть Я не Кураева Проповедую Кураев Сказал Он Отвечает В этом вопросе Когда Библия Ясно При живом Мужи Выйдет Замуж Называется Прелюбодейка Все на этом А жене Учить Не позволяю Не властвовать Над мужем Но быть безмолвив Все вот в этом Но быть безмолвив И все 21 век Игнать Тихонович Вот смотрите Была повествовая Хронология Как бы Вот эта Хронология Передпотопная То есть Патриархийный уклад Такой Что там Авраам Родил Исаака Исаак Родил Акова Ну то есть Шла родословная По мужской линии И вот Прям говорит Он родил Муж родил Следующий муж родил А перед потопом Родословная Стала уже По женской линии Идти Там Вот Это Как бы Говорит о том Что феминизм Стал Нету Ты показать Этого не можешь Целый Откуда ты взял А почему Родословная По женской линии Пошла Да нигде Покажи Где Ну надо Это Перед потопом Давай Если ты не докажешь Тебе Десять плетей По заднице Голого Приедешь И пороть буду Сейчас Сразу Загнулся Загнулся Я просто Это Подождите Это перед потопом У нас Бытие Правильно Да не надо Юрасов говорит Так Перед потопом Юрасов Амброси Ивановский Архимандрит И пишет В книге своей Это я в книге его взял И теперь Вопросы эти разбираем Вот как сейчас Закурить Закурить Это значит Огнем сожжено будет А тогда ходили С кушенщиками И предлагали всем Выпей 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 Это намекало Будет потоп Ни откуда Он сидит В кабинете И выдумывает Это все Не Ну Игнать Тихонович Ладно Я найду Это место Потом Процитирую Сейчас Не буду Время Ну как Не найду Где Это Хорошо Но феминизм Сам по себе Вот это Когда женщина Уже Или уравнена В правах Или выше Это Как это Вы назовете Я назову так Что уравнена Так как Господь сказал Нет ни мужеского пола Ни женского Что ты Учишь меня Нет Уравнена В правах Вот В житейской жизни В юридических правах Когда она уравнена Это хорошо Нет Я говорю не об этом Апостол Павел говорит Во Христе Нет Мужеского пола Ни женского Это понятно Ну хорошо Как не Ну а Ну а Муж будет Господствовать Над тобою Даже перед Богом Иерархия Должна быть Соблюдена Игнать Не Ну подождите Или Или ее Не обязательно Соблюдать Зачем ты Выворачиваешь Эти слова Я говорю Надо А ты говоришь А может не обязательно Ты еще задираешься На меня Не Не Я просто не услышал Ну все Я тебе говорю Написано закон Зачем мне кто как смотрит А кто меня ставил Смотрителем Я не делаю этого Не разрешаю Нигде этого нет А да ладно Человек больной Пускай посты нарушают Они посты нарушают Все уже подряд едят Я что теперь Я выпустил материал Книги Об этом говорю У меня материалы Проповеди На эту тему И больше Я ничего не могу Каждого хватать Теперь С постели стаскивать Или изо рта У него курицу Вытаскивать Во время поста Игнать Тихонович А как вы относитесь При Ане Грозном Была вот эта Как она называется Опричнина И там буквально Каждого стаскивали Сквостели И курицу изо рта Вынимали Ну образно говоря Фильм Серебряный Князь Серебряный Показывает Там Как раз Играет там Этого роль Застрел Можно ли силком В Царствие Божие Затащить Нельзя Ни отвлечь Ни затащить Нельзя Добровольный Должен А какой самый Вот вы сказали Что говорите Что миссионерские Отделы Это зло Почему зло Потому что Им платят за это Деньги Чем они Потому что Его нет Фальш Фальшивка А не волки Большей счастью А представляется Потому что Певческий отдел Понятно Надо Дорим И посолить И Да Это понятно Если проповеднический А нет Как вступление Сделать Какой стих А в миссионерском Ничего этого нет Ничего нет Апостол Павел Встал Не знает Куда идти И помолился Дух не допустил Он опять вернулся А что он попустил Нигде не написано Второе место И опять Нету Ну ладно Отдохнем Посидим на месте Еще Дух Святой Покажет И ночью Явился македонянин Видели они Югослав Такой черноватый И сказал Приди к нам Помоги нам И мы поняли Что Дух Святой Зовет нас Туда И они пошли В Югославию Вот Миссионерские отделы Во-первых Они по два Должны быть А во-вторых Духи Святой Они этого не знают Что там Какой-то Дулевич Или кто-то Полушаманский Какой-то Разборник Там страшно Вообще Я заглянул Туда Ну еще Я буду говорить Игнать Тихонович А Грех Это За миссионерство Получать деньги Так 56 лет Я занимаюсь И ни копейки Не получил Что тебе доказывать Я не понимаю Как бы я получал За то Что проповедую Даже смешно Невыносимо глупо Миссионер Но мы даже их Раз они Если только в другие страны И деньги там Как Должны обеспечивать Ян Златоуст Сразу им хорошую Обувь заказал И Чтобы одежда была Отсылали к кельтам Кельты были Но это в Англии Ну вот так Если поехали Сейчас отправляют Миссионера На север А я поехал Один там Или с женой Я день и ночь Должен ходить Там проповедовать А я как должен жить Трудящийся Достоин пропитания Поэтому мне Должен быть Оклад какой-то За то Что я это делаю Это Не что-то Поддержать Мою жизнь Ну вот она И есть зарплата Я не могу понять Или это Как нельзя Без этого Я поехал У меня ничего нет Я все отдал Я сегодня ночью Должен билет брать Ехать Должен А где денег-то нету Но это община Должна собрать Или кто Ну решай Должна, не должна А теперь Как И люди собираются Помещение нужно Да большое Тут много Что сыпляется И все это Денежка Игнатик Как вы думаете В ближайшие 10-20 лет Ну просто Россия Останется В таком Географическом Территориальном Положении Либо она Уменьшится Там Или как Как вы думаете Или она Разъединится Там На некоторые округа Там Сибирский Уральский Не знаю Никакой роли Это не играет Спасение Нет Ну оно не играет Но оно повлияет На 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 граждан России Как-то Вот Если это Повлияет Что труднее Передвигаться будут Сейчас я еду На Сибирскую область И даже не заметил Как пересек А это в Германии Сделали Едешь в Германию В Франции Значок стоит И все Никого нет Убрали все таможни Все Шенгенская зона И как только Мы вышли в Польшу И все Кончилось Дальше идем И Румыния И Греция И Турция Это все Шенгенская зона Нигде ничего не надо Вот как сейчас едем Из одного района Алтайский край Новосибирск Табличка висит Точно так там Едем Табличка сразу Нидерланды Едем дальше Бельгия Вот такая капуста Я поездил Маленько Три года ездил Вокруг земного шара По экваторе Три раза Больше Ровно три раза За сто двадцать тысяч А там оказывается Отец Геннадий Фаст был Два года назад Наверное И он говорил Где он обратился Все И они все это запомнили Видишь как Господь делает К слову сказать Регис Вот у кого я в Испании был Я спрашивал Ну кто Из европейцев Кто тебе Ну какие люди Добрые самые Ну вот По расположению у тебя Он говорит Португальцы Вот и я тебе ответил Португальцы Я даже не думал Про этого Региса Нет Но я вспомнил Он мне рассказывал Что Очень расположенное Так Больше всего Мне не понравилось В Греции Почему Ну наши там Которые живут Тебе приветливо Все сделали А мы когда были В Салуне Вот В Фессалунике Послание к Фессалунике Там прям неверующее И главное Заходишь Портреты Путина Там Икон от Христа Вот Поговорить не с кем Ну мне понравилось Не понравилось Они какие-то Все расхлюстанные Такие Строгости Никакой не было Мне Понравилось В Турции В Турции Когда Стамбул Проехали Это Константинополь Бывший А вот там Около Константинополя Меня сильно Напугала Вот это Автотрасса Друг над другом Там Вот такие Вот Езжай ты скорее Николай отсюда Я тогда глаза закрыл И вот у меня Вот так вот пошло Все Машины И главное Они как-то Переплетаются На разном уровне Там это Ну Ужасно Больше я не захотел Туда Понравилось При въезде В Грецию Никого нету И стоят Как бы Дома построенные Ну и одноэтажные Видимо Ездя отдохнуть И вода горячая И все Есть Туалеты А мы там Сразу стали Готовить Все Приготовили Мне понравилось То что в Греции Как вот в Польше Проедешь там Километров семьдесят Перекрытое Платить деньги А у нас Она на десять Сантиметров выше Платить как за грузовую Столько денег Потеряли Там Батюшка уже дал сигнал Тысячи Тысячи полторы Евро Отдайте ему Вот смотрите Вы говорите Об Америке Еще хочу спросить Вы говорите Крепость Восемьдесят лет Ну а митрополит Виталий Сколько прожил Устина Девяносто чем-то Девяносто три Наверное Девяносто три года И он же до конца В разуме Так скажем В разуме Как раз и не было Как это не было У Яна Крестьянкина Тот вообще не знал Куда идет Чего идет Что ответить Я в девяносто втором году Митрополит Виталий Ну там два дня назад Например Вместе были Все Ели Пили Молились И он тогда А ты кто будешь День пройдет Он опять Меня спрашивает А ты кто будешь Ну Не знаю И еще Знать И вот так понятно Ему надо было Раньше Лет в 70 Уйти У него Это природная Была Раньше Попадает В это Неразумие Ну значит Справедливо Его даже Буквально Насильственным образом В психушку Сдавали На обследование Ну про психушку Я не буду говорить Надо было Установить Какой-то срок У меня знакомый Банкир Главный банкир Алтая 70 лет На покой Конечно Он еще Как будто Сила есть Дай молодым Дорогу Так вот А в Америке Что вам понравилось Игнать Тихонович Еще мне там Не понравилось Только в Жорданвильском Они все время Как я только Приехал из Сакраменто Опять туда Понравилось Я говорю Хороший город Красивый Ну Не по мне Это все Я не могу Вырваться домой Скорее охота 92 год Опять за столом Сидим в Синоде Они начинают На вот это Неужели не понравилось Я говорю Нет Я говорю Вы такие же Как патриархийные И все Такое Нарочничное Потом Проходит время Они меня толкнули В Жорданвильский монастырь Я приехал Ну и как Я говорю Понравилось Я говорю Да А что понравилось Я говорю Ночные бдения Молитвы Все Меня захватило Так Вот Там Тем более Собрание сделали Я выступал с лекцией Заранее опубликовали Наклеили везде Будущее русской эмиграции В свете Святой Библии Они Там я вижу А кто это Это перевозчики сидят Переводят там на китайский На корейский Которые слушают меня Вот так Мне понравилось А так не нравится Вот этот порядок Зализанность такая У меня крапива растет Она никому не нужна Под окном А там Крышу-то покрыть не дадут Не нанимают за деньги У нас вольница У нас все открыто А меня там Это не привлекало Нисколько А на природе Там были На природе Ну Отдельно Где-то Специально Нет Ну а едешь Там одни леса Стоят Похоже на нашу Да Природу Похоже Вот особенно Мы в этой В Швеции Когда сломалась машина Березы Такие же Ну таких Больших Наших Не видал Помоложе Видать Не А в США В США Природа Похожая Там какие-то Русские Приехали Говорят Тайно Что ли Провезли Говорят Три березки Они сейчас Растут Посадили Почему Не разрешают Не знаю Ну я Что там Смотрел Ну Видел Говорил Ну не нравится И все А меня даже Один раз Говорят Вот дорога Туда Качнет И никак Это Ну правда Дороги Та хорошие И вот На одной Есть Я только Купили мне Дороги ехать К чаю Или что-то Там Разов Пользования Бокальщик Налили А он Как раз Какая-то Ухаба У меня Там Все У меня Расплескалось А я Доволен Вот теперь И вам Ох Валили Дороги Так как Наши Такие То есть Меня Тряхануло Из рук Чуть Не Вылетело Баночка А мне Интересно Что Вот теперь Я вам Хорошо А вот Лидия Была Из Америки Она уже Уехала Нет Она Потеряю Она Меня Свела С Александром Менем А Какой Ну Чем Вам Понравился Этот Священник Александр Мень Ну Как Сказать Что В нем Хорошего Вообще Что То есть Все В нем Хорошее Но То Что Он Эволюции Верил Не Так Бог Сотворило Это Не Нравилось Но Все Мы Как То Пять Мести Ну А Как Все Ну А Чем Ну Что Все Все Это Значит Ничего Что Конкретно Игнатих В Александре Мене Хорошего Бога Заставляешь Говорить А еще Скажу То Может Тогда Для Меня Это Было Не Главное Главное Его Доступность Ну И Много Значило Что Он Говорил Когда Знаешь Что Тут У Его Вся Богема Это Московская У Его Причащается И Вот Он Нам Уделил Внимание И Мы Беседовали Все Под Микрофон Он Никогда Против Не Был Только Один Раз За Микрофон Причился Ну Интервью Попался Да Тошно Всего Дознается Засмеялся Отпустился Давай Еще У Тебя Еще Так Вот Да Вы А Вот Этот Парень С Семьей Он Надолго Потеряй Какой Ну Жена У него Девочка Вроде У него Андрей Которая Борода Начинает Расти Да Ну Я Не Знаю Я Не Спрашиваю Никогда А Ну Хорошо Неудобно Потому Что Все Можете Столковать По-другому Ну Понятно А он С Барнаула Дани Да Здесь Хорошо Ну Я Не знаю Наверное Все Игнать Тихонич Все До свидания А С Богом Спасибо 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 Что Пришел Спасибо Спасибо Спасибо